Девушки отдыхают Да? Сестра, подойдите к ним быстро! Это история о красивой любви, которая продолжалась 40 лет, и воспоминания, о которой живут и поныне. Нина Гребешкова была рядом с мужем, когда он ушел из жизни в 1993 году. Она и подумать тогда не могла, что проживет еще очень долго и отметит без него свое 90-летие. Нина Павловна часто пересматривает картины мужа, словно ощущая его присутствие здесь, рядом с собой. Она говорит, что именно роль его жены – самая лучшая в ее жизни. Прошло четверть века после смерти мужа, а она и сейчас признается, что вспоминает каждый их день, начиная с первых встреч. Мы познакомились в Институте кинематографии. Я мечтала стать актрисой, а Леонид – режиссером. Я – москвичка, которую признавали как первую красавицу курса, а он – нескладный провинциал в обтрепанных брюках. Что покорило меня тогда? Его чувство юмора, искренность и непосредственность. «Я влюбилась», – вспоминала Нина Гребешкова. Красиво ухаживать Гайдай не умел, не говорил о любви и не делал подарков. Просто однажды сказал «А давай поженимся». Еще пообещал, что такую девушку всю жизнь будет носить на руках. Нина Гребешкова вспоминала, что ей завидовали, когда она вышла замуж за режиссера, считая, что он будет обеспечивать ее главными ролями. Но этого не произошло. Он предлагал жене сыграть героиню второго плана. Но эти роли она превратила в необыкновенно яркие и знаковые. Гребешкова стала настоящей королевой эпизодов в картинах «Бриллиантовая рука» и «Двенадцать стульев». Однажды знаменитый муж просил у нее прощения за то, что ни разу не дал ей ведущей роли. А она в ответ лишь улыбнулась, напомнив, что у него всего 18 картин, а у нее целых 100 ролей. Леонид Гайдай всегда извинялся перед ней, когда вычеркивал ее имя из списка представленных почетному званию и говорил «Ниночка, перед другими неудобно». Зато она была его первым цензором, советчиком и музой. Он непременно обсуждал с ней сценарии, переделывал фразы героев, включая в диалоге ее любимые крылатые выражения. Именно Нина Гребешкова неустанно заботилась о муже. Делала всю домашнюю работу, вплоть до ремонта автомобиля и благоустройства дачи. Она всегда его сопровождала на съемках, беря на себя бытовые хлопоты. Леонид Гайдай же имел сложный характер и разные привычки, и в одно время даже пристрастился к азартным играм. Супруга многое пережила, привыкнув ко всему относиться легко и с юмором. Несмотря на то, что режиссер получал большие гонорары за свои фильмы, денег постоянно не хватало. А еще он был постоянно занят. Ей казалось, что у него для жены просто нет времени. Однажды Нина Гребешкова не выдержала и сказала, что хочет развестись. Тогда Леонид Гайдай схватился руками за голову и сказал, «Я без тебя пропаду». Это была правда. Гениальный Гайдай не мог жить без своей супруги. Кто знал их близко, понимал, насколько ей было трудно. Но в этом и было ее счастье – быть вместе с любимым мужем. Сейчас в их квартире все осталось прежним, как было при жизни Гайдая. Рядом с Ниной Павловной и дочь, внучкой друзья. Не так давно она призналась и сказала, «Я счастлива, ведь там Леня думает обо мне». Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова